Всем привет! Если вы уже какое-то время находитесь на моём канале, то вы знаете, что моё постоянное место жительства более-менее сейчас это Латвия, что я здесь учусь, и у меня есть временный вид на жительство. Около года назад я начала записывать видео о том, как получить временный вид на жительство, прочее-прочее. Я так и не записала вторую часть, и сейчас я записываю третью, о том, как продлить этот вид на жительство, когда вы его уже получили. Я надеюсь, что когда-нибудь я запишу вторую часть, просто она, знаете, такая немножечко муторная, потому что там нужно как бы сидеть, лазить на сайте, искать какие документы, потому что я оформляла вид на жительство в 2019 году, а с тех пор могу всё изменить, я сейчас ещё ковид, я просто боюсь, что я могу дать неполную информацию, люди, не знаю, будут рассчитывать на меня, что такое, поэтому я всё-таки не берусь записывать вторую часть. Напишите, если эта вторая часть вам важна, то есть как подать временный вид на жительство, если вы поступаете в университет в Латвию. Если вам нужна эта тема, если вам нужно это видео, я для вас его сниму, напишите, пожалуйста. Но в этом видео я всё-таки хочу рассказать о том, как продлевать вид на жительство. Если вы помните информацию вообще, как я рассказывала про вид на жительство, то если вы поступаете учиться, то вам сразу этот вид на жительство дают на три года, и просто каждый год ты его продлеваешь. На самом деле, эта процедура очень сложная, по деньгам она тоже как бы, ну, относительно незатратная, если вы один в семье, если у вас несколько в семье, то, конечно, это будет более затратный процесс, но, опять же, я попытаюсь сейчас вам все рассказать, если все делать вовремя, то можно сэкономить денег, если вы будете делать все в последний момент, соответственно, вы потратите в два или в три раза больше денег, поэтому сегодня постараюсь обо всем вам рассказать. Повод, по которому у меня есть вид на жительство, это учеба, поэтому мой университет каждый год как бы подтверждает то, что я все еще там учусь, он как бы проверяет, отправляет запрос и получает ответ от миграционной службы о том, что когда мы подтверждаем вашу заявку, пусть, да, этот человек идет, подает другие документы. Ой, я знаю, это звук, потому что рядом больница, если скорая ездит, она ездит очень часто, то это все слышно, не знаю, слышно вам или нет, но мне очень слышно. Требования для продления или для подачи на вид на жительство могут меняться каждый год. Мне, например, повезло, потому что после первого года, как я тут прожила, требования к продлению ВНЖ изменились. Выписка с вашего счета с прожиточным минимумом, то есть в Латвии на данный момент прожиточный минимум в месяц 500 евро, то есть вам нужен этот прожиточный минимум на год, то есть по ним 500 умножайте на 12, хорошая такая сумма получается. Вот, поэтому нам очень повезло, что эту поправку убрали, и сейчас не обязательно подавать эту бумагу, то есть из-за денег можете уже не волноваться, на самом деле это прям большое облегчение было, потому что когда я после первого года еще не знала об этом, я бегала как сумасшедшая, не знала, что мне делать. Начнем с списка документов, то есть что вам нужно подать на продление вашего вида на жительство. Первое, это должна быть копия вашего паспорта. Опять же, все копии должны быть подписаны вами. В Латвии используется электронная подпись, но она должна быть не просто такая электронная подпись, которая в приложении, в каком-то самом простом, где вы там от руки пишете, и все, это никак не подтверждается. В Латвии есть такая специальная карточка, которую вы должны выставлять, специальную штучку, которая подсоединена к вашему компьютеру, вы можете подписывать электронную подпись и документы, и они как бы действительны чуть ли не на территории всего Евросоюза. Я точно не знала, но в Латвии это точно работает. Поэтому у меня есть эта карточка, но у меня нет специальной штучки, которая подключается к компьютеру, поэтому для меня самый легкий способ это подписать все копии моей подписью и отправить эти документы по почте. Но сейчас я сначала расскажу список документов, потом как уже отправляются они и что с ними делается. Вторая копия, которая вам нужна, это тот вид на жительство, та карточка, которая у вас есть сейчас. Опять же, с двух сторон, опять же, подписать обязательно. Потом заявление. Заявление вы просите как бы продлить свой вид на жительство. Это заявление можно найти на сайте. Я прикреплю ссылку на страницу, где вы можете найти это заявление, если вдруг вам это нужно. Вы его заполняете, оно на латышском, но как бы с переводчиком вы справитесь, не будет никаких проблем. Там, опять же, надо подписать, поставить дату, все персональные данные свои указать. Затем страховка. Это первая трата, которая у вас будет присутствовать в продлении вида на жительство. Это ваша страховка. Страховка обычно стоит 45 евро. В Латвии, я знаю, есть несколько страховых компаний, но я пользуюсь компанией Балта. Уже, получается, третий раз. Вторая ваша трата – это госпошина на рассмотрение вашего вида на жительство. Если вы все подаете вовремя, то вы выбираете самое долгое рассмотрение, это 30 дней, и такое рассмотрение стоит 45 евро. Если вдруг у вас какие-то проблемы случились, либо вы что-то забыли, не знаю, все может случиться, и вам нужно рассмотрение более быстрое, то за 10 рабочих дней рассмотрение вы будете платить 90 евро. Если там 5 рабочих нету, соответственно, еще больше, поэтому сами, как бы, думайте, лучше подавать как можно раньше, чтобы не тратить много денег. Вы отправили свои документы. Все копии вы подписываете, собственно, ручно. Из-за ковида, ну, я так думаю, что это из-за ковида, вы можете отправить свои документы либо по мейлу, если у вас есть электронная подпись, либо по обычной почте. То есть я отправляю свои документы в свой же город, в адрес, до которого мне дойти 15 минут, но я не могу их просто отнести, мне их нужно именно отправить. В прошлом году я думала, что это связано с коронавирусом, сейчас это повторяется, и я не знаю, с чем это связано. Может быть, это такой процесс происходит так всегда, либо все-таки это коронавирус как-то влияет. Опять же, одна ремарка. Если вы водите автомобиль на территорию Латвии, и у вас приходит штраф, и вы думаете, ну, ладно, что, не буду его оплачивать, то потом, когда вы будете продлевать вид на жительство, вам напомнят этот штраф, и пока вы его не оплатите, вам и согласятся продлевать вид на жительство. Поэтому будьте внимательнее, оплачивайте все свои штрафы, если у вас временный вид на жительство, ну, и всегда оплачивайте все свои штрафы, как бы это не обсуждается. После того, как проходит, там, 30 дней рассмотрения ваших документов, там, или 10, сколько выбрали, вам приходит ответ на почту. Мне он приходит на мою почту и на почту университета, потому что они все-таки в ответе за меня. После того, как вы получаете, как бы, да. Но, знаете, это такое формальное рассмотрение ваших документов. Если вы не совершили тут какое-то преступление за это время, то, в принципе, причину, чтобы отказать, нет. Потому что даже если вы не подали какие-то документы до конца, то вам это пришлют на почту и скажут до отправить. Поэтому, в принципе, я считаю, что эти 30 дней рассмотрения не такие формальные, потому что, скорее всего, вам скажут, да, приходите делать новую карточку. Когда вам все-таки приходит письмо, и вам говорят, да, приходите делать новую карточку, Вы идете в миграционное отделение в вашем городе, в Венспасе у меня оно есть, опять же, это все можно найти в интернете, либо если у вас вид на жительство оформлен из-за работы или из-за учебы, то вам все подскажет университет, либо работодатель обычно, все равно с этим связывается каждый год для продлевания вашего документа. Вы идете в этот миграционный офис, приходите со своей старой карточкой, насколько я помню, вы вроде бы отдаете свою старую карточку, вписываете там какой-то документ о том, что да, я согласен получить новую карточку, что-то такое, делаете фотографию на новую карточку и оплачиваете 15 евро за то, что ваша карточка будет делаться 10 рабочих дней, опять же, если вы хотите быстрее 2 рабочих дня, то вы оплачиваете больше. Потом вы ждете 10 дней, вы получаете свою прелестную карточку и можете год наслаждаться жизнью до следующего продления документов. То есть, в общем, если вы все подаете вовремя, то общая сумма, которую вы потратите на продление ВНЖ, это 105 евро на одного человека. Опять же, если у вас поджимаются сроки по каким-то причинам и вы не подали раньше, то эта сумма может удваиваться или утраиваться, поэтому обращайте на это внимание. Это, наверное, была вся информация по продлению вида нажительства. Опять же, напоминаю вам, если вам интересно то, как вообще подается на вид нажительства, когда вы, например, в России или там в той же Украине, я думаю, там одинаковый процесс подачи документов, то пишите в комментариях, я все-таки постараюсь собрать информацию и снять для вас это видео. Благодарю вас за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok